так видно видно вот видите как слава богу так вы знаете что у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушаю вас говорите у меня есть вопросы которые я хочу задать не слышно хорошо я просто сейчас смотрю вот там ваши сайты захожу вот это все смотрю немножко это самое как бы сказать вникай да как бы потому что я сам нахожусь в протестантской церкви и как бы у меня появились очень много вопросов я уже много лет хожу и как-то я обратился к этому немножко изучать думаю к истокам как бы вернусь а и когда я просто обратил внимание что какая-то какой-то период истории вообще у нас не существует мы об этом не говорим даже так пожалуйста послушайте маленько отшатлитесь у вас пол головы только видать назад вот еще чуть голову назад вот так не опускайте ниже все да и вот у меня куча вопросов появляется и вот я начал слушать как-то не знаю как ты на вас вышел каким этим и вот у меня есть вопросы допустим вот первый вопрос как вот допустим вот второзаконник где написано не делай себе никакого изображения никакого кумира вот здесь у меня как бы вопрос мы его допустим понимаем что изображение вот какие-то вот там допустим вещи которые вот они как бы для нас но у нас учили так может быть ну такое понимание и вот и когда я сам читал писание тоже как бы вижу что там как бы написано не делай себе кумира и делай себе вот ну такого вот действия это как вы можете объяснить дело в том же священное писание мы должны поверить что она все от духа святого писали вы святые божьи человеке будучи движимы духом святым если у нас доверия к слову божию нет то доказать ничего нельзя потому что проверить нельзя то время ушло так вот и левит вы себе где-то записывайте 10 10 стих книга левит 3 моисеева книга написано чтобы вы могли отличать священное от несвященного чистое от нечистого потом проверить и просто пока места не просто должен видеть читать а разуметь иначе смысла то никакого не будет что ты считаешь а какой толк то в этом без веры богу угодить невозможно так говорится неверующий богу представляет его лживым поэтому мы доверяемся слову божию и вот когда мы считаем второзакония это написано книга исход 20 глава первый закон мог до бог давала это уже второе повторил не делай никакого изображения хорошо как его понимать вообще никакого фотографии не должно быть или что или нельзя никакого изображения нельзя что дерево нарисовать там или хороший художник нарисует жену мою нельзя изображать мы должны понять почему нету и мы видим что моисею было дано указание сделай все по образу который тебе был показан на горе то есть моисей не сам выдумывал моисей делал так как показано ему на горе и вот мы дальше считаем в этой же книге исход 25 глава написано сделай изображение двух херувимов 20 главе говорит не делай а в 25 сделай бог не мог забыть то что сказал 20 главе никак и поэтому упереться на это она другое не смотреть это неправильное толкование толкование правильно такое когда ему не противоречит ни одно место во святой библии в любом месте возьми она все будет потому что бог автор движим и духом святым и не мог бог противоречиво сказать вот вы сначала когда начали говорить сейчас жить я принадлежу баптистской там церкви или протестантской нет таких церквей бог говорит я создам церковь не церкви церковь одну но создал и больше не создавал это люди создавали это не божье установление я попутно сказать что церковь основана была в день пятидесятницы еврейская сторона пришла дверках агресса открылась деяние вот поэтому церковь однажды пришла на не полонгат врата да не одолеет ее то есть никакие еретики и не разрушат коммунисты фашисты не разрушат вот теперь об образах значит почему бог сказал не делая тут сделай но это не все если бы на этом закончилось но вот мы видим 3 глава книга царств 3 3 5 глава моисей мы строят храм до 30 разрешил потому что много пролил крови и он делает то что чего не было море медное на 12 валах они туда задом внутрь обнаружили с рогами вместе никакого изображения но зачем он и сделал но не знаю угодно богу нет мы сейчас даже увидеть дальше сделал изображение львов а львы вообще нечистые животные и дальше написано пальмы виноградной кисти откуда он это взял мы увидим как бог делает когда началось говорит освещение слава газ господа бога наполнила храм и люди не могли стоять священники люди отличные выше то есть бог принял и когда христос приходит он называет этот дом хотя он был уже другой зарвавелев дом мой и пророки везде его называют дом мой это не капище идольская и теперь не сделай никакого изображения а как же так а теперь это соломонов храм но проходят годы возвращается из плена они и бог опять любит свой израильский народ он обещал в рамы не он от не отверг как некоторые говорят жиды ограбили все и нет это ограбили это один вопрос другое что 7 авраама благословенно будет до конца мира и мы даже его благословлять и вот читаем языки или запишите пророк езекииль 41 глава 17 стих 41 17 мы видим что бог проектирует этот храм он называется за ровавелев иисус сын яседеков и за ровавель а гей пророк в одной главе там об этом будет говорить и теперь сделай изображение слова изображения икон она еще напоминает икона это из греческого языка перемените переведен это сделай иконы то есть изображение и сделай их говорит снаружи и снутри от пола до потолка то есть у них свободного неба места не было все было в изображениях а как же не сделать изображение нам на это говорят те которые не в церкви люди кто там они баптисты ты не протестанты протестанты это вот англиканская литеране а это не протестанты это секта и вот они говорят бог не сказал ну ладно херувим и другой а у вас же изображение то и божью матерь рисуете и рисуете там святых своих простой ответ моисею бог велел сделать по образу небесного а на небе душа не было они шли в преисподние места откуда известно ну первое послание петра 3 глава 19 глава стиха и ниже и 4 глава 6 стих для того мертвым было благовествуемо и мы видим когда 16 глава евангелия от луки лазарь и богач и яков говорит с печалью сайду к сыну моему в преисподнюю яков когда иосиф был продан а во ему сказали что его убили то есть у них называлась это шоул об этом говорится хорошо исае 14 глава а на небе не было никого небо было закрыто и поэтому изображение не было а нынче а нынче будешь со мной в раю полгать разрешил желаю разрешить и быть со христом и теперь где они святые об этом и считаем послание к евреям читаем не не в одном только послание коринфянам и говорит мы приступили кому к богу к сонам ангелов их духом праведников достигших совершенства это души которые находятся под жертвенником 6 глава 9 стих откровения они на небе и поэтому церковь как невеста его она изображает то что на небе мы скажем у нас вот я вам показываю у православных католиков по небесному а у людей у которых ничего нет по могильному склепу они не верят что они воскресли вот почему изображает неправильно то что начинает дальше перешагивать эту грань который чтобы сделали мы почитаем когда люди без этого и молиться не могут быть закон они считают чуть ли не за божество некоторые ой 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 иконы нету а куда я буду молиться вот эту грань человек не должен переходить но это и как и в поклонении вот допустим бог сказал сделайте медного змея кто посмотрит он будет жив а потом стали поклоняться как богу нехуштан звать и пришел истинный верующий языке этом и истребил его потому что они перешагнули границу там повеление моисеева было а господь на это ссылается как моисея вознес змею в пустыне так надлежит быть вознесено сыну человеческому он не сказал что неправильно но как подобие подобие взглянув на него взгляд взгляд грешник взгляд взгляд на раны христа и дальше поется в аптисто плеснопение как близок он господь сокрушенным зайдем на голгофу мой брат пойдем перед ним поэтому православных иконы иконы изображения согласно того что я вам сказал повеление божие и когда господь выгоняет из храма а изображения были внутри и снаружи он не сказал это капище агридом мой а вот торговля то не мое и он выбросил а иконы эти не ломал так это было ветхом завете неправда мы считаем деяниях апостолов 2 глава дух святой сошел и апостолы все заговорили на разных языках а в третьей главе это уже после исполнения духом святым они пётр и англит идут храм сейчас молитвы 9 куда они идут-то исполненные духа святого идут в капище молиться но нет конечно они идут в храм божий дом мой и господь ревнует о нем и поэтому мы должны занять позицию такую отличать священное от несвященного чистое от нечистого про соломона у нас неизвестно как его имя нет у нас святцах и нет его икон где изображает то это несправедливо иногда изображает так старец около него сын и дальше голод тоже церковь запретила эти иконы бога никто никогда не видел единородный сын сущий вне дриочи он явил христа если бы был у кого-то хороший фотоаппарат он бы мог сфотографировать а почему нет когда мы считаем к авгарю при это царь авгарь прислал ему из на извлечение ну весть извлечи христос приложил полотенце убрут горит отпечатался образ от нерукотворён образ христа мы бы интервью у христа взяли мы бы сказали господи но почему ты прямо не сказал что вот это это я бы задал вопросов несколько вот так вот еще вот повтор законом четвертой главе тоже сейчас как бы немножко вот это место описание объясните четвертая глава 15 16 стих там говорится чтоб ты не сделал образа там не мужчину не женщину да как можно по ним но так и не было пока в рай не вошли а ныне говорит со мной будешь в раю теперь мужчина и женщина на небе по образу небесного еще повторяю а образ небесного такой был небо было закрыто первый вошел туда разбойник а дальше уже все святые идут туда даже степан степана побивает вижу господа говорит стоящего десну и они побивали его и павел горжи желая разрешиться не в шеол пойти а быть со христом что несравненно лучше а некоторые братья почили в господи когда он говорит 15 главе первое послание коринфянам там было сказано не сделай а уже 25 главе будет говорит сделай а мы видим новый завет показал что небо открыто и по образу небесного мужчины и женщины там но там нет мужеского пола женского все единое во христе хорошо так более-менее понятно будем дальше так вот второй вопрос у меня такой вот если апостол им наше время наше время если апостолы ну слово апостол означает посланник по названию он может быть но конкретно бог избрал апостола 12 потом 70 все остальные только по этому образу идут потому что но сын божий сын божий сын это христос но во многих местах написано сыны божии то есть верующие да очень наш сущий на небесах если он отец то кто я ему я сын вот поэтому подлинном смысле с большой буквы а в греческом там есть артикль стоит как немецком языке дэр или а там как определенный артикль тут еще вот что когда приходят к иоанну крестителю говорят и пророк он говорит нет а почему нет когда он пророк и величайший из пророков а почему нет они спросили ты тот пророк там стоит артикль о котором говорится 18 15 евангелия это сказать второзаконие а это говорит тот пророк это христос он говорит нет я не тот я не тот я просто пророк один в череде других пророков тут надо очень тонко смотреть в греческом оригинале стоит тот пророк а у нас написано с большой буквы тот правок он говорит нет я пророк но не тот и вот так так сейчас мне еще один вопрос вот допустим у нас есть понимание такой дух душа и тело да 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 и как бы вот тоже вопрос как я смотрел эти ваши вещи видела допустим не говорим допустим человек создан по образу подобию то есть вот допустим в духе в душе и теле как вот такое понимание даже местописание есть вот кисалоникийцам там написано да говорится что человека душа он господь вдохнул и стал ду человек душою живую везде говорится только человек дуалистичен дуалистичен то есть двойствен никакой триады нету но в двух местах написано дух душа и тело мы должны сказать что в разных местах библии и переводчики перевели правильно иногда вторая часть вторая субстанция который бог вдохнул в мертвое тело которое было сотворено из земли и он дал душу человеку а иногда душа называется духом иногда душой называется весь человек и с авраамом там или там кто там пришел яков было 75 душ это не надо понимать что что-то непонятно аморфное было на верблюдах у меня горит семья пять душ вот эта душа и под жертвенником 69 откровение видел душу убиенных больше ничего нету души а где дух но приступили к духам праведников авторы называют и душой и духом но когда вместе стоит в одном предложении это означает у человека есть душа и настрой души дух говорят веселый дух печальный дух человеке это состояние души оно должно сохраниться в целости какое было здесь тело как храм не повреждена ни табаком не наркотиками не водкой не алкоголем оно должно быть чистое твое тело то есть чисто перед богом не оскверниться чужой женой и проще второе душа она с родственной той душе которая была в раю и она по природе своей той дальней по природе христианка как тертулиан говорит и блаженный августин но сегодня она рождается не по той природе она по образу подобия родителей написано я дам родил сифа по образу своему то есть она уже язычница маленький ребенок уже капризничает там все это в нем уже то адамова семя проявляется все рождаются во грехах беззаконие защиты в грехе родила меня мать моя псалом 50 7 стих его его книга 14 глав 4 стих кто родится чистым от нечистого точка не один точка нам спорить не приходится иначе дети ваши были бы нечисты а теперь святы почему их крестили потому что детей это мартин лютер объясняет уж я не говорю там православные так и понимали всегда поэтому где говорится одновременно в одну строку это означает состояние души и поэтому когда упал ептихий с окна апостол павел пришел пал на него и говорит душа его в нем душа никакой третьей части нету а в дуау и христианство написано прах идет в землю а дух идет к богу который дал его то есть это одно и то же хорошо понятно так сейчас еще у меня вопрос есть вот теперь говорение языка допустим говорили на языках на языках говорение на иных языках да я в день 50 когда на них всех сошел святой они все начали горит на иных языках это вот как это вот местописание потом коринфянам не запрещаете апостол павел говорит языками да не запрещайте когда не от бога когда от бога вот надо понимать тоже языками говорят такое ползают и сейчас он харизмат и там и что-то конеты лают и еще только не делают они на четвереньках ползают опрокидываются обеснование стопроцентная так вот надо разбирать незнакомые языки и иные языки и заговорили на иных языках иные что вот я занимался немецким французским игре греческим английским я занимался иными языками но это иной язык не незнакомый у меня словарь знакомые люди с той стороны я беседую на практику приобретаю а тогда были особые толкователи если нет толкователя молчи а если есть два три человека за все собрание этого сегодня во соблюдается во вторых языки исчезли уже в третьем веке или не леонский пишет а почему да дело божье бог знает когда и сколько и кому какое дерево сколько растет а зачем они теперь-то когда мы в это верим когда проповедники есть на всех языках во всех странах а они там говорит ну я когда разговариваю я среди 50 к получил библию мне это хорошо известно я у них проповедником был я очень хорошо это учение знаю и вот они говорят а что говорят ни один не знает я говорю но почему что не не просишь дар толкования бог не дает но не дает написано молчи если вы знаете что никого нет вы уже даже знать сначала прежде чем говорить на этом незнакомом языке если нет толковать или полгать молчи почему не слушаетесь вы противились духу святому не человеку противитесь и даже говорит духи пророчествия они когда говорят пророчествует что-то где-то повинуются послушным духом это человеку а здесь не послушны они все вместе горгать от кричат я граммошу остановить нет уже не остановить я видел и слышал передавать это тошнота берет это насмешка это дьявол смеется на человеком хорошо мы видим христос исцеляет кого-то тень петра исцеляет людей но моя тень она никого не исцеляет я еще теперь должен требовать а почему моя тень не исцеляет чего вы решили что каждая тень должна исцелять и хлеб ангельский ел человек ну хорошо находится или я где-то там у потока кедрона и ворон приносит но я я ныщий заблудился я не могу выйти я теперь хочу чтобы ворон принес а ворон у меня последнее что и было утащил воронье то другое уже да при том кусок мяса приносил то они же мясо едят вороны то так нельзя рассуждать или теперь дух святой сошел на христа а я хочу теперь подтвердить подтверждение получить сошел на меня дух святой или нет чтобы обязательно виде голубя у меня голубей много я их приучил они подлетают у меня и и в ухо клюют как у папы римская семечки положу туда как он приучал людей почему они бороды то бреет и другая история еще это знаете языки эти и ничего не дают кроме раздора и потом если толковать это нет то то войдет к вам не скажет ли вы что беснуетесь беснуетесь но говорит а языки даны для неверующих или для каких но отцу лист и кто зайдет и увидит что мы на этом языке я говорю скажешь что беснуетесь но как же написано для неверующих для неверующих которые это получили почему евреи никак не могли поверить что язычники приняты они упрекали даже петра что ел с язычниками они никак не могут уступить что небо это еврейское небо и вдруг язычники в доме корниля вдруг заговорили символа шел человек с петром так на него потом еще другие напали он говорит во первых я не один был во вторых они получили такой же дар но тогда не год видно и им бог открыл то есть им было очень трудно с этим согласиться и поэтому люди просили подтверждения что я язычники а русский или немец и меня бог принял еврею то языки то не нужны это где мы считаем в коринфе а почему иерусалимской церкви не было они так верили люди то вопросы не умеют задавать в той церкви где были одни евреи этих языков никто и не знал а зачем они нужны мы так евреи все знают что их мессия любит а и всечнику надо было и когда он заговорил и какие слова говорит не знает а другому толковать и чтоб другой подтвердил что он принят и бывало так он говорит на испанском языке а тот ни слова не понимает и говорит ты за еще сказал и откуда я знаю а мне бог открыл он сказал щадо мое немало не сомневайся я тебе принял церковь свою напрасно иудеи клют вас здесь и они приняты и вы приняты вот бог подтверждал это и человек этим написано он назидается теперь меня никто не мог убедить принят я не принят а человек он знаете как поддается убеждению ему говорят и такой говорит но все время говори свинья свинья наконец он захрюкает ему говорят ты не приняты ты не приняты ты можешь на земле только что то делать как шульха на руку них написано что мы человеческими лицами для того чтобы им не не стыдно было не противно от нас подарки принимать здорово получается мы работать даже на евреев это они так учат своих детей я ничего не опровергаю я прошу благословение на семя в рамова но в данном случае язычники не верили а когда он поверил зато узко то мне это чудо и не надо я и так верю я в это верю что меня господь избрал благословил дал крещение свыше духом святым и послал благовествовать вот весь ответ ну вот еще допустим вопрос вот мы сколько лет уже там может 20 лет вот я уверовал господа я допустим до этого жил плохой жизнью занимался пил курил короче ну такая очень плохая и тут я познаю христа то есть я слышу слово божие слышим англия начинаю посещать церковь бог меня очищает я освобождаюсь от всего этого по сей день я уже там больше двадцати лет то есть я вот независим как бы сказать я хожу в церковь я молюсь я как буду в поисках постоянных я ищу ну я не могу сказать что я нахожусь какому-то такому заблуждение я это допустим не чувствую так вот сильно понимаю и вот как раз допустим вот о духе святом да вот тоже тоже это было такое ну определенно мы собирались молились там можно было как бы не знака бы чувствовать что дух святой пришел там кто-то говорил на языках то есть вот такие были переживания какие-то это вот как можно прокомментировать то есть мы еще тоже говорим о рождении свыше то есть допустим я мог переживать это то есть когда я пришел к богу когда я допустим каялся перед христом я говорил молитву покаяния и я могу как бы с точностью сказать что я родился свыше потому что я сразу мгновенно моя жизнь мгновенно изменилась я вышел с церкви в дом молитвы я вышел то есть я смотрю на небо я смотрю на вокруг окружающих людей не их стало жалко вот они не знают бога вот допустим я смотрю вот я смотрю на небо и меня вот как-то небо вдохновляет то есть но такие переживания были как бы сказать ну вот это вот как можно объяснить с вашей точки зрения а вот вы сейчас сказали дом молитвы а вы делаете различие дом молитвы и молитвенный дом или это для вас одно и то же дом молитвы и молитвенный дом до на скрыльчего одно и то же оно тоже вот это тебя вот тебе теперь и подумай рождение свыше а почему же описание то не дается познать дом молитвы это храм божий а молитвенный дом это синагога Это где люди собирались и молились. И вы по Библии проверьте все. Дом молитвы был только один на всю Вселенную. Почему? Там приносилась жертва. Вот у православных дом молитвы, там приносится жертва. Жертва какая? Литургия. Бескровный агнец. Кровь Христова дается, то есть бескровная жертва. А у тех, которые не в церкви, у них ничего нет. Ну а как же, я уверовал? Уверовал, но дальше ты христа ищи. Уверовать человек может удивительным образом. Последний момент перед казнью, и вдруг у Достоевского вся жизнь пронеслась, когда он на Ашрафоте стоял. Никого не было, он один. Открыли лицо, сейчас будут рубить их головы. И в это время перед ним вся его жизнь проносится. И он понял, как он в храме был, маленьким ребенком, как что. И в это время прискакал гонец и дали свободу им. Ну, какую свободу? По этапу пошел. Так вот, здесь мы должны быть очень внимательны. Вы задали вопрос, я хочу, чтобы вы сами на него ответили. А ответ находится в Деяниях, 8 глава. Запишите. Ответ. Деяния апостолов, 8 глава. Если вы получили рождение свыше, то вы поймете, что вы не в церкви. Что дальше у вас духовного роста никакого нет. Это вам ответит 8 глава. А как понять? Очень просто. В Самаре, когда люди обратились через Филиппа, а Филипп это был не апостол, а диакон. Один из семи диаконов, которых поставили раздавать хлебы. Ну, о чем мы считаем 5 глава, 5 и 6, там, Деяния апостолов. Так вот, если это там происходило, и люди обратились, а они, написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дух Святой открыл им это. Но апостолы были в Иерусалиме. Все в Иерусалиме. А остальные рассеялись, 8 глава, 4 стих, рассеявшись, ходили, благовествовали. И вот они никого не спрашивают, апостолы. Они знают, никто не ходил в Самарию, нет. Они понимают, у них нет Духа Святого. Через кого Дух Святой сходит, это те, кого Бог поставил вышестоящий. Без всякого прикословия, меньше благословляется большим. Евреям, 7 глава, 7 стих. Апостолов там нету. И Иоанн, и Петр пошли туда. Никого не спрашивают, зачем они пошли туда, когда люди обратились. Приходят и речь заводят о Духе Святом. И далее возлагаются руки. Так вот, учение церкви такое, что через рукоположение высшего для низшего сходит благодать Духа Святого. Апостолы рукоположили епископов. А где это известно? Ну где, 14-23 деяния апостолов. Вычеркните себе. Деяния 14-23. Титу 1-5. До того оставил, что ты довершил недоконченное. И дальше он пишет Тимофею, не не ради пребывающихся дарований, которые через мое возложение рук. Зачем он Тимофею писал? А если бы пришел туда на Крит, Тит-то, а там уже стоят, ну, свои братья-то избрали, они же все верующие-то избрали и поставили приз. Он говорит, фальш, обман, обман. Это фальшивые, они самозванцы, никто их не ставил. Вот я уполномоченный от апостола Павла. Меня Павел рукоположил. Теперь, кто у вас хорошие люди, такие настоящие, ревностные? Они говорят, да вот три брата. Так, теперь я их могу рукоположить. Церковь, давайте молиться. И он теперь рукополагает и говорит, это епископы будут, только в разных концах, не в одном месте. А епископы рукополагают пресвитеров, они ниже пресвитера. А пресвитер никого не может рукоположить, а епископ может диакона рукоположить. Два-три епископа одного епископа могут сделать, апостольское правило первое. Вот откуда все это идет. Все остальные люди, которые вне церкви, у которых нет этого рукоположения от апостолов, они вне церкви, они за нею. А где есть рукоположение? Католики. Старо-ново-католики. Православие. Ну те от Петра, у нас от Андрея. Старо-сообрядцы, новообрядцы, финляндское, греческое. Это одно и то же. Из одного источника получили благодать. Дальше. Григориано-армянское апостоличное в Армении. Они в 4 веке уже получили. Еще эфиопское и сирское. Сейчас в Сирии война идет. Все, больше нигде нет. А за этим все везде. Это уже не церковь. Как угодно можно называться. Там другое название одной. Ересь. Еретики. А сегодня динаминация, конфессия. Где эти слова нашли-то? Динаминация, конфессия. Это демон спрятал рога под этими словами. Нет этих слов в Библии. Есть церковь и есть ересь. Есть церковь и есть блудники. Блудница. Ну, мне когда говорю сразу в ответ. А что вы? Откуда это берете? Откуда? Да очень просто. Я вот в пяти университетах вел занятия. В школах, в академгородке. Ну, а там всякие юристы, профессора у меня, доктора, академики. Кого только не было. Я говорю, я расчерчиваю доску вот так. И пишу преступление. А на другой стороне наказание. Я говорю, ну, давайте сейчас так проведем. Я буду писать только наказание. А вы мне скажите, какое я сделал преступление? Я пишу, 10 дней ареста. Да, это, заматерился или, говорит, помочился где-то не в том месте. Хорошо. Один год. Ну, это, может, что-то даже и своровал. Ну, такой легкий, одну курицу своровал, говорит. А может, там, жену погонял. Я говорю, 10 лет. О, это серьезно. Это серьезно уже. Наконец, а я записываю. Они серьезно и говорят, юристы-то знают, по какой статье сколько. Я говорю, расстрел. Ну, это измена родине. Это у всех так. Измена родине. Дальше, малолеток насиловал. Неоднократное убийство. Ну, то есть, киллер-маньяк. Ну, я говорю, согласен. Теперь пишу, живьем в ад. Они говорят, так такого нету. Я говорю, есть. Живьем в ад. Живьем. Притом. И только один раз было. То есть, это самый страшный грех. Во-первых, он погиб. И живьем в ад. Не душа, а с телом вместе. С женами, с детьми. А где это написано? Числа, 16 глава. Запишите. Числа. Книга чисел. Четвертая книга Моисеева. 16 глава. Все ветхозаветнее было образом для нас. Образом. Тень будущих благ. Тень. Вот все, что в ветхом завете есть, оно указывало на что-то. Ну, допустим, если мы ветхий завет отбросим, только новый. Мы считаем Евангелие от Иоанна. 1 глава, 29 стих. Иоанн увидел Христа и говорит, вот агнец Божий берет на себя грех мира. Если ветхий завет не считать, люди ничего не понимают. Какой грех мира? Чего грех? А какой агнец? Он говорит, ягненок. А почему ягненок? Жертва. Авель принес жертву Богу. И далее в жертву приносили Моисея, Авраам, Овна, когда он понес. Исаака-то хотел жертву принести. Не хотел, а Бог его попросил. Вот агнец. Агнец ягненок указывал на Христа. Ну, с этим все соглашаются. Я говорю, давайте дальше. А ягненка, когда приносили в жертву, куда ложили? На жертвенник. Вы согласны? Я у баптистов выступаю, в большой общине, там, тысячи человек. Да, согласны. Но Христа на что возложили? Настоящего агнца, божественного. На крест. А почему его поносите? А написано, жертвенник освящается семь дней. Дальше, там, 39 глава. И говорит, кто к нему прикоснется, освящается. А почему? Да обыкновенные там камни. Тебе не надо рассуждать. Ведь Бог решил, освящается. А этот, пропитанный кровью небесного чистого агнца. Свят, свят, свят Господь Самого. Никого не было. Единый святой Господь Иисус Христос. Его причистая кровь помывает все грехи. Как можно крест не иметь? Теперь у баптистов на их молитвенных домах везде кресты появились. А раньше приезжали за границу, у них на лацкане было пиджака и крестик. Четырехконечные. Ни шести, ни восьми. У православных восьмиконечные. Но это другой вопрос. Сколько концов? Но главное-то что? Что все ветхозаветнее указывало на новозаветнее. Оно должно было исполниться. Было образом. Ну а как доказать? Я говорю просто. Вначале было слово. И слово было у Бога. Вы верите? Вот оно написано. На ветхом-то завете где было слово? В алтаре хранилось? Где? Скрижали. Моисеевы. Я, говорит, дал вам слово, написанное. В 118-м псалме 176 стихов и 185 раз повторяется слово Библия. Слово, уставы, наставления. Это все слово Библия. Я в них вникаю. Закон твой, утешение мое. Ну закон какой? Ну Божий, который данный был. С этим тоже соглашается. А где он лежал? В ковчеге. А Христос где был? В утробе Матери Божией, Девы Марии. А вы ее поносите? Сразу задумывается. Я говорю, давайте посмотрим, как люди относились к ковчегу. Специальные были люди, представленные. Но вот случилось, что люди согрешили, и ковчег попал в плен. Это мы считаем пятая глава. Первая книга царств. Третья, пятая глава. Это история развивается. И когда они там запрягли те лиц, которые повезли к ковчег, и жители Бобстомиса жали на поле. Осень была, жатва. И они увидели. Гюстав Дорет так и изображает на гравюрах. И они подошли. Они были не баптисты. Они не ломали его, не плевали. Нет, не жгли, как они иконы жгут. А просто заглянули. Заглянули и пошли на поле. Ой, ой. Все, тромб. Инсульт. И Бог убил, написано, 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч в один день даже в Сталинградскую битву не убивали. Эта Курская дуга даже не могла поглотить в один день столько людей. И люди, которые ничего против не говорили, не плевали, не издевались, не пинали. Только заглянули. И как это понимать? Очень просто. Когда сектанты говорят о Божьей Матери, она имела детей, Иосиф там яснее спал. Вот это безумие их. Смертельное. А за что там погибли в 16 главе живьем в ад? А они отделились от церкви. Стиктанты. Они все святые. Что вы тут командуете? Моисею говорят. И Моисей огорчился. А Господь сказал, отойдите от них. Если они умрут обыкновенной смертью, значит, нормально жили они. А если нет? Ну а как нет-то? Никак. Земля разверзлости поглотило. Это образ был. А образ был какой? В Новом Завете, которые отделяются. Которые от церкви отходят. Церковь – это народ Божий. Он прообразовал церковь Христову. Так она и называется, церковь. Она и в Ветхом Завете церковью зовется. В Новом Завете церковь – это вот пять. Православие, я почитал, католики. Дальше нету. А это все остальное – потомки Дафана, Верона и Корея. И участь другой не может быть. Бог это показал. И когда человеку рассказываешь, если он верит, ему этого достаточно. Если не верит, он начинает, ну что там Ветхий Завет? А зачем тогда берете против изображения Ветхий Завет, Таразакония Исхода? Это несерьезно. Человек не должен трогать бороду. Зачем бороду бреешь? Ты скажи, а где написано? Тебе зачем говорить написано? Совершенный человек – Иисус Христос. Его даже никакие еретики не изображают безбородом. А как? Да очень просто. У Якова была дочь Дина, и она пошла полюбоваться там на танцплощадку, может быть. И там написано, ну знаем кто, какой стихарь нашелся на нее. И снасильничал. Она написана была, была обесчещена. Ну девушка честная и нечестная, это потерявшая девство. А она была обесчещена, мы запишем, была обесчещена. Но когда, мы считаем, Наас умер, а сын Амнон его воцарился, и Давид послал слуг, чтобы выразить соболезнование-то. А его подбили на это, это не зря. Это не зря. Какое местописание, где обесчестил про Давида, где бороду обрели имя? Я сейчас закончу вам это. Что Давид послал слуг, чтобы выразили соболезнование. А им бороды, половину бороды обрили, и половину одежды обрезали. И Давиду доложили. И Давид говорит, написано в Писании, не он говорит, а Дух Святой. А они были очень обесчещены. Изнасиловали только обесчещены, а здесь очень. И отсюда вывод делаем, что это сильнее, страшнее изнасилования. И Давид не сказал, ну что я сделаю, они не виноваты. Нет, говорит, идите в Верихон, город проклятия. И сидите там, пока борода не отрастет. Я думаю, каждый день замеряли, наверное, домой-то охота. Так сегодня сектанты все, они должны быть за пределами своего разума, который они придумали. Посмотри на иконы. Посмотри на изображение баптистов, там показывают, там Павла. Все баптисты с бородами. У меня журнал был, называется «Баптист». 1910 года. Он большой был, больше его огонька. И на первой странице, как только открываешь, и там сидит молодежь. Ну я не знаю сколько, но человек 70. Все до одного с бородами. И руководители с бородами. Все до одного. Ну, так было. Возьмите. Союз борьбы за освобождение рабочего класса сидят. Ленин, то есть Ульянов, еще не Ленин, Бабушкин. Семь человек, все до одного с бородами. Старшему 30 лет. Зачем бороду бреете? По стихии мира. Это мир придумал. А зачем? А чтобы казаться молодым. Молодым. Вот почему протопопа «Вакуум» бородобрития называют блудодейной ересь. Посмотри на иконы, на изображения. Вот есть такой словарь Ньюстрима, Эрика. Где изображают баптисты апостолов, никогда не изображают их бритыми. Почему? Ну и так понятно, что никто этой беды не знал. Еще называют 1910 год, баптисты еще с бородами. И Мазаев, там все их, все с бородами. А зачем вы против? Вот Фидель Кастров не боялся с бородой приезжать сюда. Его и такого Брежнец целовал. Вот ты один раз услышал, сегодня бритву уничтожь. Вот тогда решительно будет видно, что ты рожденный свыше. Тебе не надо долбить по мозгам. Один раз сказали, все понятно. Это очень защищен. Вот это место описания, где написано, где они облили бороду? Вы сами найдите. Вспомните, слово бороду зарядите в поисковике. Инаас, Амнон. Амнон, сын его. Я могу скинуть вам все эти материалы потом. Давид. Хорошо, вот еще мы уже когда начали. Борода. Конечно, он сам был с бородой. И Давид говорит, что такое жить, братья, вместе? Это как елей, стекающий на бороду, бороду Аронову, истекающий на одежды, края одежды. А как сказать про сектантов? Что такое? Это как елей, стекающий на бритый подбородок, истекающий на галстук. Это другие псалмы надо писать. Масонские галстуки нацепили, рожденные свыше. Ты снизу еще не родился, а еще свыше. Да такие простые вещи. Так что Дух Святой разве не открыл бы? Зачем масонские галстуки понадевали везде? Удавку сатанинскую. А зачем? Крест сняли, а удавку надели. Это масонский знак. Весь мир в галстуках. Они же сейчас не могут отказаться. Я говорю, весь мир в галстуках ходит. Как сейчас? Но еще теперь весь мир говорит. Широкие врата, пространный путь. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Эти люди называются прелюбодеи. Яков 4, это 24 стих. Прелюбодея или прелюбодейцы. А пишет так верующим. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это все равно, что ты против Бога стрелы будешь пускать. А это мирское все. Женщина подстригает щелку себе, накрашивается, подпудривается, что-то делает там, выщипывает себе волосы на бровях, там подмышками. Почему? Мир вошел. Не дружите с миром. Дружба с миром – это вражда против Бога. И таким людям название прелюбодеи, то есть проститутки. Духовные. Вот мы когда говорили, вы уже по ходу рукоположения через, как говорите, Духа Святого. Но вот здесь, я когда читал Писание, я увидел здесь, когда на Корнире Дух Святой сошел, то есть апостолы, они не полагали же руки. Понятно. А где это было? Где? Где? В Самаре. Так вот, смотрите, когда мужья спросили, что нам делать Петра, это 2.38, Деяния апостолов, он говорит, покайтесь, и докрестить-то каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов, запятая, и получить дар Святого Духа. Это Божий порядок установленный для всех людей. Ну, а как? Я беседую с пятидесятниками, с адвентистами седьмого дня, баптистами, я говорю, скажите, вот вы крещение принимаете для чего? Обещание Богу доброй совести. Зачем ему обещание? Это когда ты каялся, ты уже обещал. Я говорю, у вас в крещении прощения и грехов есть? Да нет, говорит. У нас как человек покаялся, и все, покаяние дает. Я говорю, а Петр говорит наоборот. Вот, покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Зачем вы все извращаете-то? Деяние апостола, 22, 16, написано, Савл, когда шел, и у вас сиял свет, он пал на землю. А теперь он находится в Дамаске. К нему пришел Анания. Я спрашиваю теперь баптиста, пятидесятникам, скажите, Савл покаялся? Конечно. Почему? Ну, и так видно. И он же, Господь сказал, ему трудно идти против рожна. И к нему приходит Анания и называет брат Савл. Это еще доказательство того, что он уже не тот Савл. А дальше. Что ты медлишь? То есть ты можешь умереть в этом состоянии. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. То есть, ну, слово омой, что означает? Крестись и омой, ну, вплотную стоят слова. Что тут доказывать-то? А почему сектанты не учат так? Да потому что у них благодати нету этой. У православных, у католиков в крещении грех омывается. А у сектантов нет. Им Бог не позволяет эту ложь сказать. Нигде. Притом все одинаковые. И крестят как? Человека на спину валят. На спину валят. Вы сами посмотрите, как крестятся. Они крестятся не в смерть Господню, а в положение во гроб. Христос умер стоя, даже внешне говорит о том, что смотри, что они делают-то. У православных, у всех крещат, человек подгибает колени, и в воду заходит, и опять поднимается. В смерть Христову крестились. Где? 4-6. Послание к римлянам. Когда говоришь, они писания, вообще эти еретики не знают писания. Конфессии, запомните, нет динаминации. Есть слово церковь и ересь. А с одной сатана прикрыл, завуалировал. И не удивляйся, ибо говорит, что? И сам сатана принимает ведь ангела света. Это нам Павел говорит. Мы должны быть весьма осторожны, жизнь одна дается. Одна. Ее другой не будет. А как же, говорите, там в Самаре, они руки не возложили, а уже они приняли. А теперь мы вспомним. Давайте вернемся назад. В доме Корнилия было необыкновенное явление. Явился ангел. И ангел этот сказал ему, там-то в Иопии, там-то есть человек, и он находится там-то, у Симона Кожевника, пригласите его, и он вам скажет, скажет, молитвы твоей милостыни пришли перед Богом, Корнилий. Никто в этом не сомневается. И когда он пришел к Петру, он пал перед ним. А зачем он пал-то? А Петр говорит, не делай сего, я тоже человек. Вы понимаете, я когда разговариваю с сектантами, я 54 года с ними, они вообще Писания не знают. Я говорю, ну вы верите, что он поклонился Корнилию? И что он и был язычник, сотник. Ну да, итальянского полка, там написано все. Так а почему Петр говорит ему, я тоже человек. Зачем он ему поклонился-то? Отвечать не могут. Он не просто кивком головы, как мы здоровьемся, а пал вниз к ногам. Ну а потому что человеку нельзя кланяться, а вы православные кланяетесь всем. Вот видишь как, то есть против православных. А я говорю, не так. Смотрите, сыны пророческие, поклонились Елисею до земли. Мать поклонилась Соломону, пришла до земли. К Давиду пришла Версавия, поклонилась до земли. И везде, мы об этом считаем, везде принимают. И в одном только месте Библии не принимают. Противоречия. Понимаешь, нет? Что такое секта? Секта это узор взгляда на истину. Вот так, как через танку ищель. Ищет, но не знает. Я говорю, потому что язычники легко боготворили людей. Откуда известно? Да очень просто. Когда исцелил Павел, то они сразу провозносили его Ермием, а другого там Марсом, жертву богов. Павел разодрал одежду. Что вы делаете? Мы тоже человеки. Как к нам боги в человеческом образе сошли, когда они в Ликаонии были. Боги. Это было на острове Мелит, когда ехидна повисла, он встряхнул. Они говорили, что этот преступник, его спасшегося от моря, Бог не оставляет живых. А когда он не повредился, они ждали еще, думают, опухнет рука. Нет, они меня не изменили, сказали, это Бог. Язычники легко боготворили людей. И Корнилий, когда молился, ему явился ангел. А он знал, что человек и ангел это разное. Он знал. А ангел видит Бога. Как видит? Ну, ближе к нему предстоит. Хотя и не видит. В том смысле, как человек видит-то. А ангел больше человека. Он сильнее. Вот он подошел, ангел, может быть, один раз махнул, и 185 тысяч мертвых под Иерусалимом лежат, когда рабсак издевался, там пришел. Это мы знаем. И вот он знает, что если это ангел, то ангел не сказал какие-то слова, которые сказать он не может, наверное, у него размышления-то были. И мне надо идти за этими словами к Петру. А Петр для него ничего не значит. Он знает, что если ангел не сказал, то есть кто-то выше его. И он его за Бога признает. И он перед ним поклонился. А Петр-то, Духом Святым-то, ему открыто было. И он его поднимает, говорит, я тоже человек. Ну, что он не видит, что человек с бородой. Ты меня принял за Бога? Нет, я тоже человек. Не делай этого. Вот смысл какой. Теперь все места Писания друг друга подтверждают, что кланялись там, что здесь, как человеку можно. И так же было с ангелом в откровении, когда ангел не принял поклонение. Везде ангелы принимают, а в одном месте не принял. Почему? А в виде ангела предстал Христос перед этим только что. Иоанн, в духе он не мог сообразить, где ангел Христос, где кто. 20 глава говорит об этом. Об этом говорит Малахи. 2-я, 3-я главы. Пророки. Ангелом называется человек и ангелом называется Христос. И вот здесь мы понимаем, когда он пришел в Самарию, а язычники знают, что их Бог не принял, евреям день и ночь долбили это. И вот теперь, что они приняты, Дух Святой меняет порядок. Покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Здесь наоборот, покаяние, получение Духа Святого, и Петр уже не может не преподать им крещение. Он говорит, как я мог, как в доме Корнилия. И тут же свидетели было. Почему? А потому что это были язычники, и необходимо было свидетельство Божье. И Бог, он хозяин. Суббота для человека, не человек для субботы. Общее правило такое. покаяние, крещение и исполнение Духом Святым. Здесь Бог меняет и показывает. Я их не мог оттолкнуть, я не мог им отказать. Петр говорит, он этим защищается теперь. Вот почему. Так, хорошо. Вот еще вопрос о субботе. Вот тоже я встречаюсь, у нас тоже не как раз будет разговор. У нас была одна сестра, и через какое-то время она вот перешла к субботникам. Она начала ходить к субботникам. И я тоже начал задаваться вопросом этим, думаю. И вот я читаю, там вижу, что Господь, Он ставит субботу, как бы, ну вот, в исполнении, Он как бы, как бы, вечная заповедь субботу, чтобы исполнять ее. Вот о субботе, как вот, можете сказать? Как в Писании. Ветхозаветное, я повторю все, тень будущих благ. И с этим надо согласиться. Суббота была тенью будущих благ. Суббота, это шаббот, покой. Покой. И он указывал на другой покой. Говорит, Павел, есть еще субботство для народа Божия. Когда к евреям он объясняет. А какое? Я разговариваю с адвентистами, но они сознательные люди-то. Один раз побеседовал, она сразу перешла в православие. Она поняла, что это не церковь, а вне церкви нет спасения. Я говорю, смотрите, в субботу человек мог вот то-то и то-то делать. Нет. А передвигаться нет. Субботний путь, там было, ну, не больше 10 километров. Там показано сколько. Субботний путь, никакой работы не делай. Баптисты говорят, да как это Ветхий Завет? Это неправильно. Закон вечен. Да как в Новом Завете? Там написано, не прелюбодействуй. А Господь поднимает на такую планку, теперь даже с вожделением не смотри. Он не удалил, не сказал, теперь можно прелюбодействовать. Там написано, не уби. А здесь кто гневается напрасно, и уже человек-убийца. Бог поднял все до совершенства. Почему? Ветхий Завет был дан как детям. Он говорит, закон был где-то водителем ко Христу. Ребенок его вел в закон, и поэтому Бог разговаривал лепещущим языком с ним. А в Новом Завете он разговаривает как с мужами совершенными. Если там речь шла только не заграждая рта у вала молотящего, то Павел говорит, а валах ли печется Бог? Ну, что вы такие-то совсем-то? Они ему мешок надевали, чтобы не ел-то, а когда на таком там молотил-то, они снимали, нельзя, закон был. Он говорит, ну, неужели о быках Бог говорит-то? Конечно, для нас это сказано. Раз я проповедую, я молочу языком, проповедую, слово Божие несу, я достоин, чтобы меня накормили. Вот как. И когда мы говорим о субботе, то мы должны вспомнить 117-й псалом. Там написано, сей день Ижа сотворил, сей день, который сотворил Господь, возрадуемся, вознесемся воной. Бог сотворил все дни, все, и 6-й, и 7-й. Но в 6-м Он закончил творение человека. А в Новом Завете написано, сей творю все новое. Почему? Он сотворил Адама. Послание к римлянам, 6-я глава, 23-й стих и дальше. Написано, в Адаме все умирают. Возмездия до грех смерть, в Адаме все умирают. А, а как против, а во Христе все оживут. Вот в Адаме, в первом человеке, мы видим славу Божию, Он открылся, как и Его. Бог Его, Яхва, Яхва там, по-еврейски произносится-то. И Он был нянькой, который вел к совершенству. И это совершенство мы получаем в Господе нашем Иисусе Христе, получая рождение свыше. И Он говорит, возрадуемся, возделимся в день, и Он, и в какой? А там написано, вяжите верными жертву, веревками жертву вяжите. То есть, речь шла о Христе, когда связали, его повели. И Господь говорит, будет взят вас Сын человеческий, и вы будете печальны, но печаль ваша превратится в радость. И добавляет, когда женщина родит ребенка, терпит скорбь, а когда родит, себя не помнит от радости. И, а когда? И Он говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, Павел, когда Христа увидели они, увидели воскресшего, и уедеи-то зажались, а они от страха сидели запечатаны, теперь возрадовались. Когда у них радость была? Ну, не в субботу, они сидели печальные. И когда идут в МАЗ, говорят, а чего же лица такие печальные, там написано? Когда они в Ангелии от Луки, считаем 23 глава, печальные. А теперь они радостные побежали другим сказать. И вот, когда говорится, возрадуемся, веселимся в день Олный, это, конечно, день воскресный. Нового человека, вот та суббота, которая была, Бог закончил творение. Это означает, Бог воскрешает падшего водами и возводит до себя, чтобы мы носили образ, как носили образ перстного, так образ небесного носителя. И суббота, покой указывало на воскресенье. Это вечный закон о субботе. Но он указывал на воскресенье. Новый акт творения. Откуда известно? А вот откуда. Первое послание Петра, третья глава, мы считаем там, пятнадцатый стих, пятнадцатый стих, четвертая глава, шестой стих. Для того и мертвым было благовествуемо. То есть, Христос продолжал трудиться в субботу. Его в пятницу распяли, в субботу его не было. А где он был? Ну, духом он был в преисподние места, сошед, говорит, и принял дары для человека, сойдя в преисподние места. Об этом говорится. И он там трудился. А когда он наступил покой? В воскресенье. То есть, Господь сам показывает, а его за это долбили те субботники, ну, адвентисты седьмого дня, тогдашние. И сегодня, скажите, вы еще плохо подвязаетесь, вам еще распять Христа надо за нарушение, чтобы настоящие были субботники. Вот. И поэтому мы по Новому Завету видим, Ветхий Завет, Весть указывал на Новый Завет. Все абсолютно. Все. И Ковщек, и жертвенник, и жертва, и обрезание. Обрезание было, а в Новом Завете крещение. А где известно? Колоссянам 2 глава. Там написано, так и вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обречением греховного тела, плоти, будущей крещеной. Обрезание Христова то, восьмидневное было. И тут восьмидневное. Почему восьмидневное ребенка и крестят? А он еще не понимает. Вы претензии ко Христу представьте, не к нам. Там ничего не понимали, в завет Божий. А кто не примет истребиться душа из народа? Нельзя так мыслить узко. Вот это и есть секта, узость взгляда на истину. Когда говоришь, ну а как же вы верите в Троицу? Ну а как? Да нет такого слова. Вы взяли-то и вот православное. У баптистов, у писятиков, у вас все православное. Скажите, сколько Евангелий было в первом веке? Не знаю, двадцать. Двадцать. Сегодня еще два нашли. Евангелие от Фомы, Евангелие евреев, Евангелие от Василиса, Евангелие от Иуды. А осталось четыре. Кто их отобрал? Профессор Марсенковский, он протестант был, профессор Марсенковский, Владимир Филимонович, говорит, сохранилось предание, собрали все эти Евангелия, которые Евангелия назывались, положили в алтаре на престол, стол такой, престол, и все запечатали, стали молиться. Утром пришли, все валяются на полу, а Марка, Евангелие Матфея, Марка Лукияна лежит на всех углах, на все четыре стороны. Но, говорит, а если бы не так, если бы не так, наше сознание отобрало бы их. Если уже так, не нравится это, это сохранилось. И вот, когда мы начинаем все это рассматривать, это такая глубина. И вот, допустим, отобрали, а когда это было, там, в 354 году уже было известно, в апостольских правилах, как известно, но там не было еще некоторых книг. Не было, откровения не было. Еще и церковь не приняла его, и приняли позже. Были приняты еще и Стюняновы декреталии, послания Варнавы, Климента Римского. Церковь их взяла отдельно, вывела их из Нового Завета. А сегодня, которые берут, они знать не знают, кто трудился над этим. Люди за это отвечали жизнью своей. Мы многое потеряли, многое. Я сейчас не могу точно сказать, но в Ветском Завете упоминается примерно 16 книг, которых вообще нигде нету. Они утеряны. А почему? Янжел Тауз говорит, не ищи. Об этом говорит книга пророка Еремии, 36 глава. Когда ему не нравилось, он ножичком отрезал царь Аким и бросал в жаровню. Они уничтожали. И вместе с ними пророков уничтожали. Многое было утеряно в Авелонском пленении. И когда говорится и нарещется, говорится Эммануилом, и Назареем нарещется. 1,26 Евангелия от Матфея. Пророки говорили нарещется Назареем. А его нигде не было ни одного пророка сказано. Где? Потеряли. Это было сказано? Зачем бы Матфей ссылался? Во времена Христа Матфея это книги еще были. Христиане терпели большие гонения. Павел говорит Лаодикийсам, Колосином пишет послание, которое владяки, прочтите у вас. А ваше у них. А владяки, какое послание? Его нету, оно утеряно. А Павел о нем упоминает. И когда говорит послание первое Коринфянам, а он говорит, ссылается на что-то. Первое было утеряно, а второе было назначено первым, а третье вторым. То есть мы только из Нового Завета видим сколько книг было утеряно. А кто это узнал? Церковь. Церковь, которая с первых веков имеет рукоположение. Епископы рукополагают следующие, следующие, вот православные могут показать до апостола Андрея, католики, до Папы, до этого, до Петра. А протестанты, все еретики, они ни на кого не могут показать. Лютер, он был обыкновенный монах. Вот. Если Симон Сменом перешел, он только священник был. Бог не дает этой возможности. А меня вот спрашивают, когда я у сектантов, ну а что нам делать? Вот мы не хотим, чтобы отодевать все в ризы. Я говорю, это второстепенное. Но мы вот не можем, ну а Бородея речи не веду, это Бог сотворил. Тут уже разговоров не надо вести. Галстуки снимете. Но мы не хотим, чтобы у вас праздники отдельные, там, Божьей Матери. Без праздников можно спастись. А у вас вот иконы, баптисты говорят, готовые уже. Я говорю, без икон можно спастись, только не хулите их. Божью Матерь не называйте, что она была еще этой женой. Но мы согласны с этим. И вот на этих условиях вы пойдите, ну, к Григоряно-армянам или к патриарху нашему, Кириллу, там, к Папе Римскому, и скажите, своих братьев изберите, самых-самых-самых-самых, старших, там называют, епископы, чтобы они вам рукоположили их. И не меньше трех. А ваши остальных рукоположат, а остальные рукоположат ваших пресвятеров, и будете церковью. Я много лет, полвека говорю, и с места не сбегаются. Другого пути нету. Вот старообрядцы, они потеряли, когда Никону не подчинились. Они 180 лет искали и нашли митрополита Амбросия. Он им рукоположил двух епископов, а они дальше всех и стало церковью. Не было церкви. Церковь, старообрядцы, православная. Это уже на практике мы знаем. У баптистов, у адвентистов, у пистятиков выход есть в смирении. Перестать быть щадами дофана Верона и Корея. А стать щадами Церкви Христовой. Мне говорят, ну, много лет я у них там проповедовал. Вы как считают, взять 100 человек из православа в храмы выходят и 100 человек из собрания баптистов? Кто более нравственные? Я даже их сравнивать не буду. Сектанты более нравственные. Я легко докажу. А почему? А Господь говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. А там слово Божие скрыто. Вот и все. Феофан затворнее говорит благодать трех видов. Три. Первое. Благодать призывающая. У тебя есть дар или нет свидетельствовать о Христе и призывать? Благодать обращающая, чтобы сердце откликнулось, ты родился свыше. Благодать обращающая. С той стороны коснулось сердце. И третье. Благодать освящающая. А какая? Таинство. Совершать крещение, преломлять хлеб. Не самозванцы, чтобы ломали. Это у них ничего нет. Они галстуком стоят. Это игра детская. Вот даже вот по поводу причастности. Они виновны против тела будут. Виновны не против хлеба. Против тела Господня. Когда мы считаем апостола Павла к Коринфянам-то. Я говорю, вот вы переломили хлеб. Вижу, они всемиром стоят и ломают. Бритые в галстуках. Я говорю, скажите, вы хлеб брали? Да. А где брали? Ну, в магазине купили. Они не знают, как он приготавливается. Квасной, не квасной. Это тоже нужно знать. Я говорю, теперь подаете людям что? Хлеб. Ну, он на пол уронил. Ну, бывает там, уронил. Что уронил? Хлеб. А когда даете вино? Ну, вино. В магазине взяли хорошее вино. А когда вы помолились, там, руки над ним простерли, что людям даете? Вино. То есть, сектанты все одинаково отвечают. То есть, Бог не позволяет этой страшной лжи войти в их уста. Где-то пределы этой лжи все-таки существуют. Я говорю, а почему, Павел говорит, кто недостойно причащается, виновен против тела и крови? Сразу останавливается. Не виновен против хлеба. А у нас, если уронил где-то, бывает священник, ну, ребенок маленький рукой задел и с чаши сплеснулась. Он обязан немедленно с чашу занести в алтарь, встать на колени и все это залезать. А это все место будет выжигаться потом. Чтобы ни одна нога не прикоснулась к таинству. Вот какое отношение. И поэтому у нас, когда причащают, особый плат такой красный держит, чтобы капля не капнула. И как только причащился, другой стоит, помощник, и вытирает уста. И ты чашу целуешь, как ребро Христова. Это очень-очень серьезно. Почему? Мне все эти сектанты, еретики, очень близкие. Вот меня они в чем угодно обвиняют те и другие. Но я говорю, скажите, вот в моей биографии был такой случай. Ну я сейчас назову просто. Не каждый это может сказать, что с ним такое было. Ко мне приехал знакомый один из баптистов, Молчанов, Николай Нестерович из Мелитополя. И говорит, а у баптистов тут всех Б зарегистрированных. Был раньше пресс-митер Саблин Яков Федорович. Ему уже лет под 90. Здоровый, могутный такой. Ну там он что вытворял, там было у него и с тремя женщин одновременно жил, с прихожанами своими и там напивался. Был он, ну и ушел на пенсию. Вы, говорит, хотели посетить его? Я говорю, конечно. И он меня туда повел. Городская квартира. И он стал с ним говорить. Я говорю, Яков Федорович, а у вас были баптистские песни какие-то, любимые такие? Я их, ну у нас поют в общине, когда у нас служба кончится православная, мы их поем, баптистские все там, он дал намое имя, нас зовут христиане, гори огонь, гори, там мы зайдем на Голгоф, брат, у нас баптистские хористы стали православными. И они нас тут, мы купили у них песни возрождения, духовные песни, и все поют. То есть наша община необыкновенная, она такая благовестническая. И он запел, когда я отхожу от тебя, там такие слова есть. Он здоровый такой сидит, и этот сидит перед ним, Николай, оба они знали друг друга, когда-то баптистами были, Николай уже перешел к православным теперь, а тот такой, вы знаете, я не мог слушать. меня вот комок, горло подошел, я ушел в другую комнату, я даже сейчас не могу говорить спокойно. Я упал там, и я плакал и рыдал. Господи, я не вижу человека, я вижу падшего хирургима с неба, как сатана пал с неба, что с ним было. И тогда Николай говорит ему, Несторич, Яков, вот посмотри, я привел тебя человека православному, я вышел, я в другой комнате там закрылся, они открыли, а я слезами уливаюсь. Пала душа, пал христианин, падение дома великое было, потому что не на скале, а на песке было построено. Я ничего не могу сделать с тобой. Да он еретик. Я не видел еретика, я видел падшего человека, христианина. Он мог быть другим, грех его задушил. Я видел это падение великое, я не могу с собой ничего сделать. Я пока не ушел, все, плакал и плакал. Мне Бог это дает. Почему, я говорю, тебе не дает, когда это твой друг? У тебя нет этого осознания. Я почувствовал потерю, как, говорит, бывает радость на небе. Павел говорит, для меня нет больше радости, Иоанн говорит, чем слышать, как дети мои ходят в истине. И нет больше печали, когда кто-то уходит. Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе у вас изобразится Христос. В муках. Спроси женщину, как она рожала. Ну, она рожала день, два, три, она не может неделю рожать. Она умрет. А Павел его рожает годами. Его мука неимоверная была. Он так и называет мукой. И мы тогда понимаем, это благодать духа делает. И тогда Бог откликается в сердце человека. Вот один говорит, никто не слушает даже. Другой несколько слов сказал, душа обратилась. Это Бог делает. Вот сегодня придумали в патриархии миссионерские отделы. Они дают отчеты, там, бумагу, епархия, епархия такая, патриархия уже вот такая. Я говорю, все это обман. Миссионерские отделы нельзя создать. Вы можете благовестищики, проповеднические, певческие, благотворительные, разные можно создавать. Миссионерские это один отдел, который не создается. Это отдел Духа Святого. Почему Господь посылает по два? Никаких отделов нет. Два. 70 человек. Это сколько? 35 отделов. Они не называются, я по их называю. Почему? Здесь только Дух Святой. Он открывает человеку тайные мысли. У него есть такое сокрушение о падшей душе, о котором вы не знаете. А вы друг друга клюете и везде нападаете. Жестокие сердца ваши. Какие вы миссионерские отделы? Вы враги Духа Божия. Дух Святой где? Там тихое веяние ветра. И там Дух Святой. Там Бог. А эти везде кого-то нападать надо. На кришнаитов, на баптистов. Вы меня спросили, я вам отвечаю. Я отсылаю к материалам. Я не нападаю. Я один раз сказал, второй раз говорить не буду. Написано, еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Вы знаете о нашей поездке, о миссионерской-то? У меня 38 книг вышло. А это не книжки, 752 страницы книги. И я их по библиотекам развез. 600 городов посетили. Владивосток, а мы в Барнауле. Порт Находка. И прошли всю Европу. Турцию прошли. Там, в Афинах, полуостров, переплыли. Папе Римскому подарил франциску и Венедикту. Дошли до Португалии. Испания, Франция, Германия. Зашли на Скандинавию. Переплыли и все страны Прибалтики. А теперь по северу. Я знаю, что такое миссия. Ты еще не подъехал, Бог уже тебе открывает. Люди говорят, а как вы знали, что у меня такой вопрос? А другая говорит, у меня было 7 вопросов. И вы на меня взглянули, все вопросы ответили в том порядке. Я говорю, я вообще ничего не знаю. У меня нет никакого образования. Я просто строитель. Бог открывает. И поэтому слава Ему. Он это делает. Он отнимет это, и ничего ты знать не будешь. Вот они меня упрекают. Вы Библию знаете, как старобряться. Это вам Сатана дает знать. Сатана Библию дает знать. Я им привожу каноны. А это 719 канонов на память знать. Они говорят, это Сатана дает. Я говорю, жития святых 1173 биографии. Ну, я должен на память их знать, раз я вышел миссионерствовать. Я в пяти университетах вел занятия по радио. И отвечал на вопросы. Это Бог делает? Нет, от Сатаны. Я говорю, вы как бы не перешли грань, за которой возврата не будет. Я день и ночь учился. Написано, вникай в нее день и ночь, чтобы в точности исполнить. Иисуса Новина 1.8. Вникай в себя и в учение. Занимайся постоянно. Я сидел в тюрьме. В тюрьме, когда я пять тюрем прошел, за Слово Божие. Так со мной Новый Завет. Вот у меня весь-весь пропитанный слезами. Все страницы сморченные. Начальник тюрьмы, полковник меня вызывал. Умер по-христиански. Следователь принял крещение. В тюрьме люди сколько обращались, только утром говорили. Ночью семь человек молились, говорят, след табак, все уничтожили. Я сразу говорю, теперь ты врал, лгал. Вызови прокурора, измени показания. Иди отстрадай. И что интересно, срок дают меньше всем, когда они говорят правду. У меня опыт, опыт не два дня. Не два дня. Я начальник детского лагеря, 45 лет. В прошлом году закрыть пришлось. Нынешний перешли в иной формат. Без помощи государства, тысячи детей. У меня протестанты, пятьдесятники, кого только не было. А как вы молитесь? А мы вот так молимся. Вот так. Или вот так. Вот так, Юра, так у нас и молись. Но только молиться будешь с нами вместе. Родители согласны. Согласны. То есть еретики перевозят к нам. А когда приезжают, а он молится, уже рукой крестится. Юрка, да ты совсем православный стал. А сами смеются. А не какая-то там другая, новая жизнь. Даже не баптист, а новая какая-то секта. А почему прислали? Это у них теща, кандидат каких-то наук православных. Она сказала, никуда только враги Калапкина. Интересно так. Я этого Юра в пример ставил. Наша православная там на спортивной площадке играет. Мы занятия ведем. А этот сам, не спортивный такой, раз Библию открыл, сидит, читает. Никто больше этого не делал. Почему? Он научен с детства. Юру родители научили. Они не православные. Мы должны хорошее везде брать. Вот у меня на занятиях в университетах, ну, к нам приходили сектанты-то разные, там, 50-ники, кого только не было. Ну, открытые в университете. 21 тысяча студентов. Ну, и говорят, а как же считаете, вот баптисты имеют Дух Святой или нет, там, 50-ники? Я не могу знать. Но если они признали Иисуса Господом, то только Духом Святым. Писание так говорит. Только Дух Святой открыл. И что они каются? Каются. И рождение свыше получают? Получают. Так меня священники там задолбили все. Я говорю, я дальше не говорю, это первая ступенька. Они дальше не идут и засыхают на этом. Дальше благодати освящающей нету. А кто не будет есть плотище на человеческом, не будет иметь жизни. Им надо причащаться тело Христово, а его нету. У нас в моем доме тут пришел один следователь, военный следователь. Ну, и обращается к Присвитеру. Встал и говорит, Алексей Дмитриевич, ну, а как же написано вот тело и кровь Христово? А у нас, а у него отец Присвитер, тут же у Баптистов, Присвитер. А у жены Диакон тут же в этой секте, у Баптистов. А Присвитер Никонов, Алексей Дмитриевич. Ну, у нас всегда так было, мы только воспоминаем. Вам что, надо, чтобы тело телом было? Так это вон Покровский собор только там. Он говорит, благодарю, встал и говорит, Наташа, пошли. Сейчас он священником. Поднял Наташу свою и пошли. Мне зачем хлеб? Я хлеба и сам накуплю. Тело должно быть, тело. А тело только там, где благодать. Восьмая глава Деяния Апостолов. Хорошо, просчитайте. Пока не пришли эти люди, они ничего не могли получить. Вот ответ вам. Хорошо, спасибо за беседу, что побеседовали. Много вопросов. У меня на этом вопросы закончились. Все. Я тут еще семь вопросов. Ну, если бы желание какое-то, еще вопросы накопите. Не раньше, чем через две недели. Хорошо, вот еще вот. Я вот хотел у вас трех... Вы в скайпе внизу только напишите, что свободен я или нет. Потому что я, бывает, и ухожу, я могу назначить время пораньше. Еще один вопрос, еще один вопрос. Давайте. Вот у вас трехтомник есть, который вот? Что-то ничего не слышно. Подождите, не слышно. У вас трехтомник есть? Плохо слышно стало почему-то. Ну-ка, посмотрите, что-то у вас там. Алло, слышно? Ну-то еще раз скажите что-нибудь. Слышно? Ну, маленько слышно, давайте. Я говорю, у вас трехтомник, как можно получить? Ну, вы напишите свой адрес, где вы находитесь. Я вам скину все данные. Адрес должен быть с индексом, с телефоном. И я вам сейчас же скину сразу. У нас толкование Нового Завета впервые за 2000 лет вышел такой. С откровением вместе и с иллюстрациями Густава Дарея. И сами мы раскрасили. То есть эти книги видели и у президента Путина, и у папам подарил. Это Господь нам дал такую радость. Каждый стих Нового Завета все истолковано. Толковать уже не надо. Хорошо, спасибо. С Богом. С Богом. Да благословит Господь.